В двух деревнях Вецкополянского района объявили карантин по бешенству. В населенных пунктах местные жители видели зараженных лис. Сейчас ветеринары опасаются вспышки эпидемии. Дикие звери контактировали с деревенскими домашними животными. Как определить симптомы бешенства и избежать опасной болезни? Расскажем в следующем сюжете. Сначала лисица появилась в деревне Сосмак Вецкополянского района. Тремя днями позднее еще одно животное видели уже в другой деревне того же района Киенусь. Обоих животных успели отстрелить местные жители, а тела отправили на анализ. Оказалось, звери были заражены вирусом бешенства. С людьми контакта, конечно, не было, что это радует. Но были контакты с собаками, с хозяйскими. То есть это в ночное время в обоих случаях. Хозяева выходили на лай собак своих собственных, которые содержались у них на территории личных подсобных хозяйств. И в обоих случаях лисы дрались с собаками, с хозяйскими. Вирус от диких животных мог передаться и домашним. Ветеринары предупреждают, в подобных случаях надо внимательно наблюдать за питомцами. В начале болезни больное животное вялое прячется от людей, не выносит яркий свет. Потом домашний любимец может проявлять агрессию, нападать на других животных и даже хозяина. Тем временем для людей бешенство тоже опасно. Хочется подчеркнуть, что бешенство – это болезнь, она неизлечима. То есть она смертельно опасная болезнь. Единственный способ уберечь себя – это, если есть домашние животные, кошки, собаки и другие сельсовскохозяйственные животные. Основная действенная мера профилактики – это вакцинация. Также ветеринары предупреждают, не стоит подходить к бездомным собакам и кошкам и притрагиваться к ним. Они могут быть заражены вирусом бешенства. Тем временем в двух деревнях Вятскополянского района уже объявили карантин по бешенству. В течение двух месяцев жителям этих населенных пунктов нельзя продавать животных и вывозить их за пределы деревень.